Дорогие друзья, нет ничего интереснее, чем изучать самого себя. В нашей магистратуре по физиологическим основам функциональной диагностики у нас происходят интереснейшие истории по изучению самого себя. Делается это по различным системам нашего организма. Сегодня мы поговорим о такой системе организма, как сердечно-сосудистая система и возможности исследования этой сердечно-сосудистой системы. Буквально в 2017 году мы отмечали 150 лет со дня рождения нашего выдающегося отечественного ученого Александра Филипповича Самойлова. Именно он является основоположником и даже человеком который основал электрокардиографию в России. Сейчас мы попробуем с вами разобрать какие же методы, современные методы изучения сердца существуют. Естественно первое с чего мы начнем это то с чего начал Александр Филиппович с точки зрения изучения электрофизиологии сердца. А именно электрокардиография по различным отведениям, а также мы рассмотрим другие виды отведений, которые сделали возможность анализа электрокардиограммы более обширной. И данные отведения, а их всего в настоящее время насчитывается 12, данные отведения позволяют считывать все те процессы возбуждения, которые может проявлять наше с вами сердце. Если мы говорим о классических методах или о классических отведениях, то это отведение от конечностей. Конечность, то есть от рук и от левой ноги. Есть три классических отведения. Первое отведение между правой рукой и левой рукой, второе отведение между правой рукой и левой ногой и третье В настоящее время эти отведения вы можете видеть на нашем испытуемом. Наш испытуемый магистр усилены грудными отведениями, то есть от первого до шестого. На мониторе нашего с вами компьютера видны все отведения, которые в настоящее время проводятся в том числе и в клинике. Мы можем здесь видеть электрокардиограмму. Первое стандартное отведение, второе стандартное отведение, третье стандартное отведение, усиленное отведение от конечностей и с первого по шестой грудные отведения. Что же мы можем увидеть с вами на электрокардиограмме? Классические зубцы, те зубцы, о которых говорил еще Энковин, зубец П, комплекс QRS, зубец Т и возможно иногда зубец У. О чем говорят эти зубцы? В первую очередь о проводимости в различных камерах сердца. Вот таким вот образом осуществляется проводимость по различным узлам проводящей системы сердца, которые позволяют проводить возбуждение во все камеры сердца. Таким образом зубец П нам демонстрирует проведение возбуждения или деполяризацию в предсердие. Интервал ПК, проведение возбуждения от предсердий, к атриовентрикулярному узлу, пучку ГИСа и по ножкам пучка ГИСа. Комплекс QRS отражает сложные процессы проведения возбуждения и дальнейшая реполяризация. Реполяризация. Далее комплекс, вернее не комплекс, а зубец Т и зубец У, они отражают процессы завершения возбуждения в желудочках. Дорогие друзья, это тоже электрокардиограмма, но электрокардиография, которая позволяет нам с вами мониторить суточные изменения нашего организма, работы нашего сердца, работы сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что мы все прекрасно с вами знаем, что мы подчинены с вами циркадным ритмам. И сердце наше с вами реагирует на эти циркадные ритмы, на изменение биохимического состава крови, на изменение гормонального состава крови, который постоянно изменяется в течение суток, в течение различных сезонов года. Поэтому в свое время Норманам Холтерам, американским биофизикам, было предложено так называемое холтеровское мониторирование, которое позволяет с помощью электродов, тех же самых электродов, только в данном случае остаются только грудные электроды, регистрировать электрокардиограмму сердца. В том числе этот метод дополняется измерением или мониторингом артериального давления. Вот сейчас мы видим на нашем испытуемом базу с флеш-носителем, который затем будет перенесен в компьютер. В настоящее время мы видим в компьютере прямую регистрацию электрокардиограммы и артериального давления нашего испытуемого, потому что в данный момент позволяет эта база связываться с компьютером через Bluetooth-систему. И вот такое мониторирование происходит и записывается на флеш-карту базы носителя нашего испытуемого. Затем будет, естественно, обрабатываться уже непосредственно либо нашим компьютером, либо врачом, который считывает электрокардиограмму. Я хочу продемонстрировать, что наш испытуемый, то есть вот тот человек, который хочет мониторить, или которому предложено мониторирование сердца в течение суток, такое мониторирование бывает до 7 суток, он может одеть одежду, перемещаться, то есть такое мониторирование позволяет нам с вами вот таким вот образом жить, существовать и в то же время позволяет измерить суточные изменения работы сердечно-сосудистой системы. Встаньте, покажите, что вы можете ходить, двигаться, и вы свободны в своём перемещении. Спасибо. Дорогие друзья, есть ещё один способ изучения работы сердца, но он уже экспериментальный. Естественно, на человеке мы себе не можем позволить выделить сердце отдельно и изучать какие-то компоненты, изучать влияние каких-то веществ на работу этого сердца. Но установки экспериментальные, фундаментальные для фундаментального изучения работы сердца, такая как установка по изучению изолированного сердца по Лангендорфу, позволяет нам выделить сердце млекопитающего, вместо крови снабжать его сложным раствором, так называемым раствором Крэпса Хенделайта. И что позволяет нам эта установка? Ну, во-первых, мы с вами видим прекрасно, что сердце обладает автоматией. Это то, что является, ну, практически для меня, я каждый раз удивляюсь тому, как чудесно наше сердце, как оно может чудесно работать, и как оно может совершенно замечательно реагировать на различные регуляторные компоненты. Что позволяет данная установка или данный метод исследования? Данный метод исследования позволяет изучать влияние различных биологически активных веществ. Это могут быть различные гормоны, это могут быть блокаторы токов, это могут быть блокаторы каналов, это могут быть блокаторы или активаторы различных рецепторов, которые регулируют работу нашего сердца. Точно так же, как многие электрофизиологические установки, а эта установка тоже является электрофизиологической по изучению работы сердца, мы видим регистрацию различных параметров работы сердца на компьютере. Итак, те сигналы, которые мы можем регистрировать на работающем изолированном сердце, в данном случае крысы, поступают на монитор компьютера. Мы видим регистрацию силы сокращения. Опосредованно по регистрации силы сокращения мы можем судить о частоте сердечных сокращений, а также есть в красном обозначены сигналы, по которым мы можем судить о кровообращении сердца. То есть у нас в сердце есть собственные сосуды, так называемые коронарные сосуды, и от того, насколько хорошо работают эти сосуды, мы можем говорить, хорошо питается сердце наше с вами или нет. То есть миокард, который постоянно сокращается, должен, естественно, всегда получать питательные вещества. Таким образом, еще раз хочу подчеркнуть, что данные сигналы демонстрируют коронарное кровообращение сердца, то есть то, насколько хорошо кровоснабжается сердце, изолированное сердце млекопитающего. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...